Третья колонка День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас я к вам спешу с еще одной невыдуманной жизненной историей. Меня пригласил в гости человек, который проживал в двухкомнатной квартире в одном из спальных райончиков Москвы. Но принято было решение, что квартирка стала мала и нужно расширяться. И вот что выбрали ребята, сегодня мы увидим вместе с вами. Доступное жилье в Москве недалеко от центра. А бывает ли такое и как оно выглядит, сегодня мы с вами разберем на живом примере. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Всем привет, сегодня я оказался героем выпуска канала, который я сам в том числе смотрю. И сегодня я расскажу вам свою интересную историю. Вы проживали в двухкомнатной квартире, семиэтажный дом, 57 квадратов с учетом балкона. Верно. Одна большая комната на 22 метра и маленькая метров на 14. У меня как бы двое пацанов, в смысле детей. И, собственно говоря, стало тесно. 4 января этого, ну, как бы мы с женой до этого обсуждали подобный момент, что нам маловато площади. 4 января, ну, как бы сидя с друзьями в этой комнате за столом, просто было, ну, на уровне какой-то внешней ауры воздуха. Понятно, что нам тесновато. Мы хотим, как бы, ширину. Хотели поменять площадь квартиры и хотели поменять район. Ну, честно скажу, влюблено мало веселого. Старые дома, скажем так, контингент, большинство которых без амбиции находится. И нам хотелось просто, ну, ближе к центру, транспортной развязки, да и, в принципе, в красивые дома. Даниловский район дорого стоит, так скажем. И при таком решении пришлось чем-то жертвовать. То есть, либо статусом, например, прописки, либо там габаритами, либо еще чем-то. В общем говоря, жена нашла объявление нежилой жилплощади в статусе апартаментов, недалеко от метро Автозаводская. И мы поехали 5-го числа ее смотреть. А вот здесь начинаются интересные детали. Ведь все те, кто подписан на канал и смотрит ролики про недвижимость, могут вспомнить этот райончик. Тут мы были несколько лет назад, но мы тогда снимали здесь сюжет с доступным жильем в Москве. Мы находимся с вами в районе станции метро Автозаводская. Третье транспортное кольцо буквально в 30 секундах ходьбы от нас. Здесь находятся апартаменты, которые можно купить примерно за 3,5 миллиона рублей. Которые люди покупают для того, чтобы там постоянно проживать, либо для того, чтобы их сдавать и зарабатывать на этом деньги. Тогда мы показывали студию около 20 с чем-то квадратных метров по цене 3,5 миллиона рублей. Можно купить и заехать жить. Просто разбирали один из вариантов, рассказывали все плюсы и минусы апартаментов. А сегодня мы с вами увидим совсем другие апартаменты, которые люди намеренно купили для проживания в них с семьей из 4-х человек. Двое взрослых и двое детей. Сейчас вы послушаете, как рассуждала семья, что им там приглянулось. Ну и самое главное, увидите их покупку. Ну а собственно ваши выводы и мнения напишите в комментариях. Короче, еще изюм этого ролика заключается в том, что Антоха горит с точки зрения покупки апартов. Я же хочу постараться поздавать ему такие колкие вопросы. Ну и серии тех, которые вы наверняка будете писать в комментах. И соответственно у нас вот такой получится живой диалог. То есть потенциально ваш комментарий, который вы хотите сказать говно, а Антоха говорит, не, ни хрена. И обосновывает свой выбор. Потому что свои деньги ты отдал. Лично свой выбор. То есть соответственно вот таким образом мы с вами построим конструктив. Ну а пока потихонечку давайте приближаться ближе. И будем показывать, что собственно данный объект сегодня здесь окружает. Берем на широкий угол и поехали. Антоха, ну смотри. Вот это вот собственно то, что тебя окружает сегодня чаще. Потому что ты живешь ближе к третьему транспортному кольцу. Соответственно ты выходишь. Торговый центр первый. За твоей спиной огромнейший торговый центр. В чем собственно наверное будет жирный плюс. Потому что магазины, кафе, развлечения для детей. Там есть все. Ну действительно мега центр большой. Рядышком различные салоны. Где я раньше частенько бывал. Ауди продавала. Сейчас вон вывески. Москвич, Эксид и прочее. Но вот тебя вот эта вот атмосфера не напрягает. Вот мне она напоминает. Как будто бы мы приехали в офисные помещения. Не куда-то жить. А вот офисные помещения. Давай так отвечу на этот вопрос. Чтобы продуктивно что-то делать и жить. Необходимо адаптироваться к текущей реальности. Мы не уберем торговые центры и коммерческую недвижимость из Москвы. Потому что все видят каждый кусок земли. Под которым не растет дерево. Он выкупается. На нем что-то строится. От каких-то ларьков до торговых центров. Меня это совершенно не напрягает. Про торговый центр верно. Это действительно удобно. Пешеход на переход перешел. У тебя все есть. Даже заказывать ничего не надо. Ну реально все есть. Пункты выдачи там маркетплейсов тоже в округе не один как бы десяток на самом деле находится. Надо понимать сразу, что при таком решении, ну как бы не все идеально. Это не обжитый район, не спальный район. Есть вера, наверное, в трехлетку ближайшую. Надо понимать, что оно все достроится. Соответственно, будет вопрос с парковкой решен, с которым сейчас как бы тяжело обходиться. Больше детских площадок, больше каких-то удобных зон. Надо просто чуть-чуть подождать. Люди давно переходят на электронную литературу. Скачал в один гаджет хоть сотню книг и читаешь где угодно. И дома такая библиотека не занимает места. Главное это выбрать правильный девайс для чтения. И это точно не ваш смартфон, ведь глаза от него устают буквально за час-два. Я же вам советую читать с ридера покетбука. Это специальное устройство для чтения электронных книг. Экран покетбуков имитирует бумагу. Читать с этого устройства так же удобно и безопасно для глаз, как вы это делаете с привычной... ...с бумажной книги. В отличие от экранов смартфонов, экраны ридеров покетбуков не мерцают. И глаза не устают даже если читать целый день. В отличие от экранов смартфонов, экраны ридеров покетбуков не бликуют на ярком солнце. И можно читать на улице в ясный день. Есть разные покетбуки. Детские и взрослые, карманные и с огромными экранами. Самые интересные покетбуки с цветным экраном. Удобно читать иллюстрированную литературу. Комиксы, сказки, научные и деловые издания. Есть даже покетбуки с защитой от воды, как у меня. С такого можно запросто читать в ванне или, как это многие делают, на пляже, на отдыхе. Покетбуки работают без подзарядки 2 месяца. Их не нужно подзаряжать ежедневно, как смартфоны. Покетбуки поддерживают все форматы электронных книг. Кстати, поддерживают и аудиоформат, поэтому книги можно не только читать, но и слушать. Смело рекомендую ридер покетбук всем тем, кто любит читать много и долго и хочет сберечь свои глазки. А выбрать и заказать свой покетбук вы можете прямо сейчас по ссылочке в описании. А вот эта, я так подозреваю, парковка просто хаотичная или что? Да, хаотичная, верно. То есть она бесплатная? Да. И, соответственно, здесь паркуется кто? Кто приехал в магазин или кто здесь поблизости живет? И те, и другие. Но по моим замечаниям, минимум процентов 60 это посетители вот этого вот блока. Там, где находят... Тут целый ряд, там и чайхана, и в основном это авто какие-то компании. Масла, там, тюнинг, тонировка и так далее. Короче, друзья, а теперь мы переходим ко второй части. Ну вот смотрите, вот он, объект наш непосредственно. Вот он, можно сказать, разделен на две части. Вот прокомментируй, пожалуйста, что здесь плохо, а где здесь хорошо. Когда я говорил, что для себя принял решение чем-то жертвовать, я максимально анализировал все имеющиеся данные. И перед покупкой приезжал сюда раз в шесть. Собственно говоря, само здание выглядит воображаемой буквой Н в какой-то форме. И состоит она из коммерческой части. Это автохолл Зил, где находятся магазины, вернее, компании по тонировке, по тюнингу, шиномонтажу. И двух жилых корпусов. Конкретно сейчас мы видим корпус номер один. Он давно приспособлен для проживания. И на 80% он сдается, в том числе посуточно. Мы по состоянию корпуса видим, что не сильно за ним, наверное, следят. И у него другая история. Посуточная аренда, там жители разных, так скажем, стран. И со своими как бы условиями. С утра на остановке, которая находится прямо через этот забор, мы с ними встречаемся. Они выносят мусор вот именно вот в эту помойку. И как бы тоже идут по своим рабочим делам. Собственно говоря, за корпусом никто не следит. И это первая история. Вот, друзья, обратите внимание, смотрите, вы выходите. И вы упираетесь сразу, ну, скажем так, в первый. То ли минус, то ли плюс. Это третье транспортное кольцо. Ну, минус почему? Шумно, пыльно. С другой стороны, для кого-то это плюс в силу того, что ты выехал и поехал. Для вашего понимания, расстояние от точки, где мы сейчас стоим, ну, к примеру, до центра Москвы, возьмем за основу там Красную площадь. 7 километров. Ты сам как считаешь, вот нормально движуху в целом? Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Потому что данную движуху я вижу только по утрам, когда прихожу на эту остановку и сажусь в автобус, который через две станции, ну, две с половиной минуты равно две, как бы, остановки доводит меня до метро Автозаводская. Я эту движуху вижу ровно два раза в день. Не более того. А до метро сколько идти? Я хочу пройти 5 метров, и я хочу показать состояние окон и фасада, которые смотрят, ну, как бы, этот корпус смотрит на третье кольцо. Так сказать, для чистоты экспериментов. Абсолютно засаленные окна. Как бы, мы видим, межэтажные перекрытия, ну, как бы, тоже обваливаются. Ну, то есть, надо понимать, здание какого-то там 60-го последнего года постройки, его остаточное, я не помню, как это называется слово, короче, остаточный ресурс неизвестен и не выработан. Ну, то есть, как бы, этот факт тоже надо принимать в лицо. А до метро сколько здесь? Две остановки, две с половиной минуты. Вот тут садишься, раз остановка Порт Легенд, второе уже Автозаводская. Короче, вот так вот, ребята. Вот такое бывает расположение. Мы здесь, в принципе, снимали с точки зрения съем в аренду, но пойдемте посмотрим вторую часть, которая, как ты уже говоришь, совсем другое. Совсем другая история, номер два, верно. Я за тобой, то есть, ты заходишь. И в какую нам сторону с тобой? Прямо и направо, да? Мы сейчас о чем? Домы я иду? Да, 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 прямо и направо, вот за этим поворотом, да. Ага, отлично. Вот, друзья, пожалуйста. Ну, я, насколько знаю, если здесь повыше подняться в какой-то из этих домов, теряя апартаменты, вечером, вид здесь неплохо открывается, да? Вполне вероятно. В ночное время подсвечено красиво. Подсвечено красиво, а у кого окна выходят в правильную сторону или панорамные, ну, действительно, всю, наверное, роскошь Москвы можно обозрить из окна. Я вам специально наснимал вот эти кадры по-живому, чтобы вы окунулись во всю эту атмосферу. Дорога, шум, пыль, гам, люди, стройка, статус жилья, нежилое, апартаменты, торговые центры и вот такая атмосфера. Народ голосует рублем. Антоха сделал свой выбор осознанно. Они приезжали, смотрели, его заинтересовало, его и супруга устроило. Что устроило? Сейчас зайдем в гости обязательно. Но для того, чтобы у вас было полное понимание, смотрите, я вам покажу вот эту карту, рядом с нами на горизонте стоят новые дома, которые уже имеют статус квартир, полноценное жилье с пропиской в Москве. Этот район называется Зиларт. Довольно-таки спорный район, потому что про него ходят разные слухи, есть там довольные жильцы, есть недовольные. Я там лично ни разу не был с точки зрения съемки. Поэтому, если вдруг кто-то из вас там проживает длительный срок, знает прекрасно все плюсы и минусы, за что этот райончик хаят, за что его любят, потому что человейники, вы посмотрите, просто по кадрам какие. Но продажи идут, люди с удовольствием приходят и покупают, покупают, покупают. Там даже во дворе у них есть отдельная школа, специально построенная застройщиком для этого района. Говорят, одна из самых больших в Москве. Но, опять же, народа там дофига, мягко говоря. Поэтому школа нужна огромная. Ну, а мы с вами потихонечку подходим к подъезду, где, собственно, находится жилье Антохи. Слушай, ну, по первым ощущениям, когда здесь идешь, такое ощущение, как реально идем в офис. Нет такого? Не как будто мы домой идем. Очень были спутанные чувства. Когда первый раз мы припарковались за шлагбаумом, нам говорят, проходите, я иду. Ну, я понимаю прекрасно, почему люди в комментах будут писать, что это шляпа полная. Потому что старый образ жизни, старая привычка, никто не хочет рисковать. Это опасно. Ну, да, то есть такое, знаешь, ощущение, как бы, грубо говоря, переезжаешь в бывший не торговый центр, а какой-то офисный центр, или как он правильно-то? Что здесь раньше было? Производственный цех ЗИЛа, производственный цех завода. Был завод, а там раз квартиру. Завод, а ты тут жить теперь будешь. Это равно тому, как бы, давайте упомянем, что статус этого жилья – это нежилое помещение. Равно гараж, равно офис, равно цех, что угодно, магазин, как бы, да. Это надо понимать. То есть это непривычная квартира, где у вас там все проблемы решаемые, где за проводкой там кто-то следит и так далее. То есть тут все заложили новое, сделали. Но я не знаю, что будет через 15 лет. Ну, серьезно, как бы. Я много материалов изучал вообще, не снесут ли его в ближайшее время. Но законодательство говорит мне о том, что, как минимум, будет возмещение или предоставление подобного помещения, собственно говоря, в собственность. И, как максимум, планов нет. Я посмотрел все планы сносов. Данная территория не входит в этот реестр. Например, крутые застройщики, ну, как бы, магнаты финансовые, да. Все, что могло здесь снестись и купиться, оно все снеслось и купилось. Собственно говоря, как я уже говорил, каждый метр в Москве стоит больших денег. И если бы парк Легенд имел бы возможность построить тут еще один корпус рядом с текущим, он бы это сделал. Поэтому, ну, что поделать, риски я принял на себя. Ну, что, пойдем, заходим внутрь, залетаем в подъезд. Это условно можно считать, как подъезд жилого дома, да, но я буду называть дом, квартира. Но не забывайте, что у нас речь идет, в первую очередь, про апартамент. Там в конце сидит, не хотелось бы меня ее смущать. Ну, как-то это можно пространство. Пойдем. Нет, давай, ты вперед, я за тобой. То есть мы, получается, зашли как в подъезд, правильно? Это подъезд, да. Короче, друзья, зацените. Вот так это дело все выглядит. Липно. Получается в целом так симпатично. Я вам скажу то, что видно, что здесь все после капитального ремонта. Короче, приходишь, что вот так вот жилой поднимаешься. Первые ощущения какие? Первые ощущения, на самом деле, с торговым центром у меня ассоциаций не было, но с чем-то явно не квартирным были. Я понимал разницу с первого пролета ступенек, на самом деле. Ну, оно видно. А сейчас, получается, здесь сколько этажей вообще в этом здании? В этом корпусе один этаж. Мы на него поднялись. Линия квартир. То, что находится сейчас по правую руку, это двухуровневые апартаменты, меньшей квадратуре. А с левой стороны трехуровневые максимальные площади. Как бы два варианта. Других нет. Двухуровневые там что-то на 50. С маленькой спальни на второй этаже. И трехуровневые полевую руку. И, кстати, мои дорогие друзья, хочу вас проинформировать, что на момент монтажа этого видеоролика, а монтаж происходит 24 мая, так сказать, шаг назад в прошлое, приходит уведомление на телефон, что билет куплен. А это значит, что 25 числа я улетел в Азию с рабочим визитом. Да-да, друзья, с рабочим визитом. Значит, не будет меня примерно 8 дней. Я сниму несколько сюжетов, привезу хороший материалчик. Будет вам что показать. В том числе слетаем в одну из стран, где я раньше не был. Но, как сейчас рассказывают, русским там очень рады. Вот и посмотрим, будет хороший сюжет. Всем, кому интересно, можете подписаться на телеграм-канал. Там уже есть анонсы, где я и, собственно, что я там снимаю. Итак, ребята, мы с вами заходим в гости. Внимание, апартаменты трехуровневые, площадь порядка 78 квадратных метров. Мы заходим и, в первую очередь, нас встречает та же самая прихожая. Почеркиваю, вся мебель, которую вы видите, за исключением нескольких деталей, это все было от застройщика. То есть, Антоха покупает все в готовом виде. Первая дверь нас встречает, это вход в туалет. То есть, так называемый гостевой санузел, если хотите. Видите, унитаз полноценный, раковина. И сюда они как раз подкупили себе стиральную машинку. Есть вытяжная система. Говорит, все работает исправно. Далее нас встречает лестница, которая отведет нас на второй, третий этаж. До нее мы еще дойдем. Под лестницей, хаотичное на сегодняшний день такое место хранения вещей. То есть, использовать можно как угодно. Дизайнеров нанимают. Я вам покажу несколько других проектов по этому зданию. Посмотрите, как люди обыгрывают свой апартамент. Потому что в данном случае у нас, так скажем, типичная застройка. Типовой проект на всю грядку этих квартир. То есть, явно мы понимаем, что был приглашен дизайнер под конкретную площадь, которая стандартизирована. И клепают одно и то же, только в двух вариантах. Темная отделка и светлая отделка. Светлая отделка – это когда полы и стены просто другого цвета. Посветлее, что называется. А так тип один. Таким образом, далее идет у нас кухня с электрической плитой. Духовка. Собственно, все есть. С левой стороны у нас шкафы для хранения вещей и прочего. То есть, что хочешь, то и грузи. Ну и дальше за твоей спиной, получается, нас встречает условно зал. Смотрите, как сделано. Каминчик, большой телек висит, диван угловой, на котором можно завалиться, полежать. И самое главное – огромное пространство. Зацените. То есть, ты выходишь, много кислорода, высокие потолки, в чем есть жирный плюс и жирный минус. Сейчас мы вам его покажем. Ну вот здесь вот у нас балкончик такой интересный. Это спальня, на которую мы поднимемся. Вот первое, что я хочу спросить. Вот окна, я у тебя спрашивал, открываются. Как? К этому привыкаешь быстро, что высокая квартира? К этому не привыкаешь. К этому относишься. Не как квартиры, это другого рода помещения. Например, когда просто ложишься головой в эту часть дивана и поднимаешь голову наверх. Панорама для глаз мне лично нравится. Высокий потолок, огромное остекление, выход со второго этажа. Но это просто по-другому. Это явно не последнее место жительства, которое мы выбрали, где хотим провести пенсию. Но это интересно и необычно. Сразу уточню, все, что мы видим на этом этаже, кроме микроволновки, кроме стиральной машины и вот этих трех стульев, оно было все предоставлено застройщикам. То есть оно входит под ключ. То есть холодильник там и так далее, посудомойка, духовка, все это было. Интересное решение, я не знаю, просто справился бы с этим каждый, это расположение ящиков максимально в потолок. Ну то есть, и например, вот это зеркало. Такое зеркало я в известных магазинах, как бы массовых, наверное, не куплю. Мне придется обращаться там на завод и его явно где-то заказывают, например. Они по факту, они, в смысле собственник объекта, являются по факту оптовыми покупателями и просто заказали определенный тираж таких вот изделий. Есть на сайтах объявления людей, которые там продают за меньшие деньги квартиры в состоянии, типа на 70% готов первый этаж, на 20% готовы остальные этажи. Мы понимаем, что люди просто не справились с этой историей, захотели сделать под себя, захотели сделать классно. В итоге, я уверен, тут просто нужно закопать очень много денег, если самому подходить к этой истории. Ну, действительно, накладно. Что подкупило, это, ну, как бы готовая тема. При жизни важны эмоции. Это очень прикольная, яркая эмоция. Я заказываю еду, я заказываю доставку продуктов. У меня вот недавно там автомобиль перепокупки смотрели. Каждый, кто сюда приезжает, каждый говорит, блин, куда я приехал, что это? Говоришь, ну, тут такая история, три этажа, короче, вот живу. В смысле? Говорит, покажи фотки. Я показываю фотки. Каждый, говорит, обалдеть. Но никто, как бы, не хочет рисковать квартирой и сюда переезжать. Конечно, это риски. Конечно, тут, ну, надо понимать, к чему ты готов. Хорошо смотреть видео, которое, вот, вы сейчас видите, например, дома, там, в воскресенье, там, на кухне, в квартире, там, трехкомнатной, да. Но когда вас четверо, когда вам, ну, тесно вам. Ты пригласил гостей, вы сидите за столом, не хватает вам пространства. А ты хочешь еще поближе к центру жить, ну, типа, либо 30 где-нибудь находи, либо, ну, как бы, вот в 13 вот так. Ну, то есть, надо понимать, на что ты хочешь. Ну, пойдем, пойдем смотреть фишку. Короче, получается, мы с тобой находимся на первом этаже, пришли кухня, ужин, покушали, посмотрели телек, отправляемся на второй этаж спать. Правильно? Да, но перед этим скажу, что 70% времени так исторически сложились, мы проводим четвером на первом этаже, нам хватает. Вот этот диван, он, ну, я не знаю, просто, казалось, с одной стороны, на всю квартиру, на пол первого этажа, вернее, а с другой стороны, мы, как бы, кто за столом, кто на диване, с ноутбуками со всеми на коленях работаем, какие-то, ну, чилим, так скажем, там, чай пьем, всем хватает места. То есть, тут наверху мы поднимаемся уже в конце, как бы, дня. Вот, тоже важное дополнение. Значит, защита. Защита от несанкционирования таких, скажем, тогда пролазания мелкого ребенка. Ну, вот давай, пока ты поднимаешься вперед, я за тобой, люди скажут, ой, такая лестница крутая, да с ребенком здесь жить. У тебя одному 9 лет, это, как говорится, носится, как молния, сломя голову, упал, еще что-то. Флэш, по факту. Да, второй маленький ползает, может тоже там укатиться. Твоё мнение, как отца. Старший ребенок был в восторге от этого решения. Мы сначала купили, переехали, как бы, все сделали, потом его сюда перевезли. Был в восторге. Ну, наверное, воспитание все-таки такое тоже роль сыграло. Он инновацией, как бы, хорошо, грамотно принимает. Лестница его покорила, бегает довольный. У него, ну, пока мелкий, как бы, отдельная комната ему не нужна. У старшего целый третий этаж. Он говорит, папа, спасибо, что называется, прям счастье. А мелкий быстро адаптировался. У нас и на предыдущей квартире, например, ванной не было. Вот он в душе у меня стоит и прям комфортно, прям балдеет от того, что много места. Так и лестница снизу заползает наверх самостоятельно. Сверху просто берем его и относим вниз. То есть, отвечая, наверное, на какие-то возможные вопросы, лестница нам в нашем формате совершенно никакого дискомфорта не наносит. Ну, шикарно, друзья. Отзыв людей, кто купили. Значит, смотрите, заходим. На втором этаже у нас идет полноценный санузел. При желании, конечно, вы можете поставить сами ванну полноценную. У ребят нету, душевая кабина их полностью устраивает. На предыдущем месте жилья, где вы жили, точно так же. У вас не было ванны, вы ее убрали. Мы ее демонтировали, верно, и поставили душевую кабину. Поэтому учитывайте, что есть и другое мнение, а не только ваше, как бы некоторые от ванны отказываются. То есть, таким образом, мы выходим, намылись, мы чистенькие. Закрываем туалет, выключаем вытяжку. И мы заходим в комнату номер один. Это наша спальня. Это ваша полноценная спальня. То есть, за твоей спиной еще есть небольшое рабочее пространство. Встроены шкафы для хранения вещей. В потолок практически. В потолок, да. Места, в принципе, должно хватать. Но вот здесь есть такое интересное решение с точки зрения того, что здесь как бы, даже не знаю, как это назвать. То есть, ну, идет остекление. Вот хотелось бы спросить, а почему, например, не сделали так, что просто какой-то бортик? Балкон, такой французский балкон. Лестница, например, да. Ну, повыше бы сделали бы лестницу. То есть, кислорода больше попадало бы. Вот лично нам, например, вместо, например, этой секции заборщик и воздуха больше, ну, это потенциально опасно. Как минимум с этой стороны. Я не знаю, как с эстетической, но вот мне данное решение понравилось. Окно открывается как вбок, так и наверх. Установили вот ручки сразу с замками, прям в тот же день, когда переехали. И лично нам кислорода хватает. Я очередной раз повторю, что с вентиляцией вопрос не закрыт. Мне тут подсказали решение про приточное воздухоснабжение. Обязательно воспользуюсь. Короче, тут есть, куда приложить руки в любом случае. Друзья, обратите внимание, что Антоха взрослый человек, поэтому писать ему о том, что ой, дети, да что это такое. Вы родители, вы и сами разберетесь уже все способы безопасности, чтобы ребенок там никуда не свалился, просто смотрели. Ну, вот смотри, подходя к окошку, мы видим следующую картину. Соответственно, чтобы открыть тебе на проветривание окно, тебе нужно иметь стремянку, то есть надо встать, покрутить, повертеть, либо залезть вот на ту часть, видите, над камином, а дальше там еще подтянуть, и тогда у вас откроется окошко. Опять же, мы видим перед собой другие помещения, и, соответственно, вид у нас, ну, скажем, так себе. Абсолютно верно. Да, вид у нас не то, что так себе, его нет. Вид как на завод. Да, как вам такое? С видом мы мириться на втором этаже готовы, потому что, ну, наверное, если бы нам важен был вид, мы бы смотрели другие районы, мы бы взяли однокомнатную высотку где-нибудь. Но это другие деньги, другой бюджет. Это компромисс. Это трудно назвать жильем мечты, потому что все-таки ограничено бюджетом. И, исходя из того, что мы снимали на улице, с других сторон, возле третьего кольца, и то, что мы видим внутри, на 13 миллионов этот компромисс явно тянет, в моем понимании. А с точки зрения мучения, не мучения, открывать-закрывать? Как данность, то есть, да, житель таких, скажем так, апартаментов обязан иметь стремянку. Ну, ничего ты не сделаешь, когда у тебя потолки 7-8 метров, ты ничего из этого не сделаешь. Принимаем как данность. Если мы берем загородный дом, мы понимаем, что снег мы чистим сами, и траву косим тоже сами, что за нас это не сделают. Соответственно, когда ты берешь квартиру, ну, там, с высотой потолков 8 метров, ты либо приобретаешь себе в аренду специально обученного человека, который по хозяйству за тебя занимается, либо берешь стремянку и сам просто залазишь на окно. Есть роботы-пылесосы, мойка окна тоже не является проблемой, так скажем. И уже в процессе находится доставка специального механизма, который с первого этажа позволит окно открывать и закрывать, собственно говоря. Либо, ребята, вариант номер 2, это вкладываются дополнительные деньги. Ну, смотрите, допустим, у них уже заложен монтаж специально для штор. То есть, на кнопочку нажал, шторы опустились. Это предусмотрено. Точно так же, сегодня любой каприз за ваши деньги сделают так, что ты с пульта будешь нажимать, у тебя окна будут с доводчиками сами открываться, сами закрываться, розетка есть, ну, под что? Под кондиционер. То есть, с точки зрения охладить помещение можно, проветрить помещение можно, дополнительно приточку поставить можно. То есть, здесь подчеркиваю, любой каприз за ваши деньги, но ключевой момент, что вот всё, что мы видим, это готовое решение. Пришёл, увидел, нравится, оплатил, вещи свои занёс, всё, живи. Не нравится? Пожалуйста, любой другой вариант, выбирайте ровно то, что вы хотите. А мы с вами двигаемся дальше, потому что у нас есть ещё третий этаж. Собственно говоря, ему, наверное, больше всех повезло, потому что у него монополия по третьему этажу. Да, третий этаж, ребята, сейчас вас местами приятно удивит, а где-то не удивит, или, точнее, удивит, но неприятно. Но, смотри, давайте начнём с плюсов. Из жирного такого плюса это комната сына. Как мне кажется, это одна из самых таких уютных комнат здесь. Потому что, смотрите, во-первых, большие окна, достаточное количество света. Это раз. Второе. Окно открывается на проветривание, то есть, с точки зрения, как рабочее место, для того, чтобы здесь можно было сеть обучаться. Но света много, реально. То есть, всё, что нужно для ребёнка, в комнате есть. Кровать большая, выспался, работай, учись, читай, есть. Телек, если вдруг надо повесить, пожалуйста. Шкаф для хранения есть. Свет, уют, ну, прикольно. В силу того, что третье транспортное кольцо буквально под окнами, но здесь сейчас, да, мы стоим, ну, давай тишину сделаем. Вот окна открыты. Дорогу слышно, он такой, как больше, как белый шов. Соответственно, на ночь закрыл, окна, всё, тишина. Ну, кондей это уже надо продумывать, с точки зрения, чтобы не продуло. Твоё мнение по этой комнате? На мой взгляд, она самая автономная вообще, в принципе, из всех помещений. Окна у нас тут с претензией на какую-то панораму, только вертикального вида. Они сверху, и, ну, большая площадь. Рабочая зона у нас от стены до стены. То есть, простор, да, полочки, крючочки, что надо, всё есть. Шкафы, пожалуйста, для ребёнка, да даже для взрослого более чем. Шкафы, опять же, в потолок практически. И места много. Большая кровать, рабочая зона. А самое главное, не тесно. То есть, можно ходить, и всё функционально. Там куча розеток, света и всё остальное. На мой взгляд, очень успешное решение. А сын просто в восторге, как и от лестницы. Слушай, ну и самый первый вопрос, наверное, когда приходят друзья, точно так же, когда пришёл я, когда пришли вы. А можно ли через это окошко вылезти вот сюда на терраску? И поставить два стульчика, почистить рыбки и чая с рыбкой попить. И этот вопрос был один из первых, которых задавал я сам. Это как рефлекс Павлова. Каждый, кто это видит, каждый спрашивает, можно ли туда выбраться. Официальный ответ представителей управляющей компании – нет, нельзя. А так как я не хочу с ними ругаться, мне не хочется экспериментировать, что будет, если туда вылезти. Надо, наверное, сохранять порядок и гигиену кровли и не нарушать какие-то взаимохорошие отношения с управляющей компанией. А так, ребята, на самом деле, через камеру тяжело, конечно, передать. Но вот постелить какой-то настил, типа а-ля зелёная травка, поставить два кресла, столик и, ну, без шашлыков, понятное дело, а просто вечером выйти, летом посидеть, мне кажется, было бы шикарно. Опять же, это нужно полностью всё тут продумывать, переделывать, так как, ну, смотрите, окошко у нас специально сделано так, что вылезти туда с комфортом сможет, ну, без проблем, ребёнок. Это тоже нужно учитывать. Я бы полез туда, но это было бы тяжеловато. Сыну 9 лет, соответственно, сын уже парень-то взрослый. Чё говорит? Батя – шик. Говорит, батя, спасибо. Для него это, в принципе, было сюрпризом, потому что относительно втихаря мы приняли такое решение, ну, как бы и продать квартиру, и найти место, где мы временно зарегистрируемся. И, в принципе, пойти на эту авантюру и купить здесь место. Сын у меня, ну, я не знаю, я в детстве мечтал бы о такой кровати, тут большой, кровать от застройщика, кроме матраса. Матрас мы докупали, кровать была, соответственно, блин, ну, роскошь на самом деле. Сын очень быстро, то есть он два дня снимал непрерывное видео своим одноклассникам, типа, ребята, пацаны, посмотрите, где мы теперь есть. Просто прям плавал на этой вот волне, и до сих пор просто, когда сюда приезжает, просто балдеет. Мы к этому функционалу быстро адаптировались. Я не знаю, к хорошему быстро привыкаешь, но не для всех это хорошее. Мы знали, мы увидели это, как бы, 5-го числа, когда приехали, жена сказала, да, хочу. Одну ночь мы переспали, два дня подумали про все риски и просто поняли, да почему нет. Всяко лучше, чем до конца жизни влюблено в душу жить. Идем во вторую комнату. То есть, получается, на третьем этаже нас встречают две комнаты. Одна для старшего сына, вторая, предполагается, для младшего сына. Ну, один из минусов, что, к сожалению, нету санузла на третьем этаже, хотя бы просто небольшой комнаты, чисто поставить унитаз, поэтому ребятам приходится, ну, будет приходиться спускаться вниз к вам. Но поболее минус, который почему-то не предусмотрел застройщик, что удивительно, окна здесь не открываются, и, соответственно, сейчас пока нет кондея, здесь жара. Ну, и, соответственно, нужно по-любому сюда, как минимум, ставить приточку, либо это вот как раз там открыл окно и проветриваешь помещение. Как-то так. Какие мысли по этому поводу? Мы с точки зрения инженерии сейчас продумаем, как охлаждение сделать правильно. Очень классная идея по поводу приточной вентиляции. Будем сейчас тогда, получается, инженерить, как ее верно сделать. Да, окна не открываются, сторона солнечная, и тут, ну, просто, на самом деле, можно строить сауну. И прям ничего от этого не терять. Потенциальная комната для старшего ребенка пока несет в себе больше функцию склада, на самом деле. Но, разобравшись с кислородом и отоплением равно охлаждением, я думаю, что вполне себе ничего. Комната не самая маленькая, есть и в квартирах поменьше. То же самое шкаф, полная рабочая зона, освещение там с двух сторон, и лампы вот это тоже. Можно, по сути, жить вниз, только спускаться в туалет и к холодильнику. Короче, ребята, здесь в целом все прикольно. То есть, по площади, да, ну, места хватает. Как бы, откровенно говоря, во многих квартирах на сегодня, ну, сколько там, 10, 12, 14, уже вообще в целом много для детской комнаты считается. Я даже смотрю новостройки. Ну, там, где прям действительно элитка, там комнаты могут быть здоровы. А здесь, ну, так вот. Ну, и вид, смотри, вот что мне нравится. Подходишь такой, раз, а там, смотри, что написано. Сейчас я вам покажу. Юра, 1977 год. То есть, когда-то сюда залез некий Юра и написал вот такую историю. Сколько ему сегодня получается? 50 лет? Вот так вот. И опять же, друзья, вот здесь прям, знаете, почему-то тянет вылезти на эту крышу. Мне кажется, мальчишкам с возрастом это будет вообще прям как магнит. Полезть на крышу, пойти исследовать, посмотреть, полазить. Сами что думаешь? Полез бы, если бы тебе было 9 лет? Да. И меня было нестой, и все бы полезли. И только что у меня зародилось в голове логическое объяснение того, почему один из вариантов застройщик не сделал это окно открывающимся. Удержимых нет. Мне кажется, весь отряд, весь этаж просто полез бы на крышу. 100%. Как в Нью-Йорке, знаешь, фильмы показывают, пропаганда идет, они там вылазят на крышу, на балкончик, сидят, чай пьют, на город смотрят. Ну вот здесь эксплуатированная кровля, это так довольно-таки сильно привлекает. Ну вот даже там, да, что-то есть. Но там, я так подозреваю, можно реально вылазить напротив тебя. Видишь, там какие-то елочки стоят. Хотелось бы иметь индивидуальное правило, индивидуальную возможность вылазить на кровлю. Но я прекрасно понимаю, если вся грядка вот этой стороны туда вылезет хотя бы один раз все вместе, ну кровля просто придет конец, и ее надо будет восстанавливать. Но я же говорю, что я вам к каждому выпуску стараюсь найти что-то новенькое и интересное. Очень спорная ситуация, очень. Жили люди в Марина, зелененький райончик, обжитой, в квартире, тишина там, вышел из дворика. Но, ребятам не нравилось, хотелось поближе к центру, хотелось побольше площадь. Жили на одном уровне, а тут у тебя три уровня. Жена довольна, муж доволен, дети довольны. Кто-то напишет в комментариях, хрень полная. Ведь многие сейчас начнут рассказывать, ну это прописка, ну апартаменты, нежилой статус, а ведь соседи, могут быть разные. И все вот эти минусы апартаментов. Совершенно согласен. И мы понимали все риски. Разумеется, есть квартира с управляющей компанией влюблено, есть стабильность, есть понимание, как жить дальше, что делать. Но возвращаясь с работы, вот встречая жену с ребенком, мы подходим к этой мрачной, ну как бы зелено-синей семиэтажке, ну прям, ну руки опускаются. Ну не хочу я так жить, ну меня не устраивает. Хотели поближе, смотрели Таганский район, Пролетарку, как минимум Дубровку. Все дорого, ну дорого. Ну для меня, по крайней мере. И мы понимали, что в любом случае для осуществления этой цели чем-то придется жертвовать. Апартаменты разные бывают. На там известных сайтах разные есть объявления. Даже видел бывшую библиотеку там на первом этаже цокольного здания, там 200 квадратов по прикольной цене. Ну я не представляю, что делать, если там потечет труба, например, или там, я не знаю, затопит ее, и как вообще следить за этим помещением. И как раз-таки супруга нашла данный объект, звонили, очень много звонили, спрашивали, опять же, до кого руки дотягивались, со всеми общались при принятии этого решения. Ну короче говоря, то есть можно было доплатить, ну хотя, можно было продать квартиру, чуть-чуть доплатить и купить трешку в том же Марина, но планировки, контингент, как бы доступность транспортная все-таки не устраивало. Продав эту квартиру, мы доплатили немного денег, и все-таки решились на самом деле, у меня было две группы, скажем так, людей, с которыми я общаюсь, друзья, там, знакомые, они разделились на два лагеря. Первое, типа, ну квартира есть квартира, а риски есть риски, зачем так делать, мало ли встрянешь. И вторая группа, которая говорит, блин, прикольно, были бы деньги, мы бы так же сделали, это прикольно. Как бы не с точки зрения веселья, а функционала, то есть плюсы, если их прям вот написать на листке бумаги, их много. Далеко не каждый тебя поймут, скажут, да блин, зачем, почему, но при этом, общаясь с тобой, ты живешь здесь не первую неделю, а ну с марта, правильно, месяц? С марта, да, то есть несколько месяцев уже. Ну откровенно, давай говорить честно. Пожалел? Нет. Жена пожалела? Нет. Говорит, все, блин, Антон, мы совершили ошибку, нам надо возвращаться обратно. Ни разу. Я говорю, что бы мы сделали, если бы у нас появилось 15 миллионов рублей? Она говорит, мы взяли еще одну такую же, и либо ее сдавали бы, либо что-нибудь не примутили бы, но здесь. Не пожалели. Авантюризм, наверное, просто здравый авантюризм позволяет принимать такие решения. Еще раз, это не квартира для пенсии, это не квартира для наследства, просто это промежуточный шаг между улюблено и дальнейшими какими-то действиями в жизни. Короче, можно потестировать себя и понять, как тебе вообще жизнь в центре и так далее и тому подобное. Но давай считать деньги. Подобная недвижка на момент твоей покупки стоила порядка, назову такую вилку, 12-13 миллионов рублей. Плюс-минус. Да, все верно. На этом мы останавливаемся, более детально говорить не будем, друзья. Кому интересно, сами найдете, посмотрите, что есть, это не проблема. Покупаете жилье раз. Первое. Вы, продавая квартиру, соответственно, лишаетесь вашей московской прописки, но длинную историю сделать короткую. У тебя есть временная регистрация, пока ты москвич. Добрые люди, верно. Мы сделали всей семье регистрацию до 26-го года. Она временная. Но здесь, как говорится, сделан ход конем у тебя. Расскажи. Был план. Понятно, мы не в болото решили переехать. Логика была следующая. Мы хотели данный район, данный метраж, о чем я уже говорил. Финансовый план следующий. 13 миллионов апартаменты. Плюс-минус за 4 миллиона что-нибудь где-нибудь в Новой Москве. Дом, студию, неважно. Под дальнейшую сдачу и под вечную прописку. Итого, по кругу за 17 мы приобретаем право со всеми московскими льготами и возможностями для детей проживать в данной локации. В эту среду, короче говоря, в середине мая прогремело событие, которое я сейчас буду активно перепроверять. Кадр глядишь? Дивно перепроверять и, собственно говоря, смотреть. Деревню Корбала по новостям планируют присоединить к Новой Москве. А в деревне Корбала у меня находится квартира, которую я в группе компании «Самолет» приобрел в ипотеку в прошлом году. Она в 25-м будет сдана. Если этот маневр совершится, таким образом у меня будет московская прописка для всей семьи. И, соответственно, проживаем все-таки здесь на Автозаводской. Важный момент, который в том числе был учитан при принятии решения. То есть мы на улице показывали, что стройка полным ходом, парк «Легенд» строится, территория облагораживается, поликлиника через дорогу. Какая-то, по-моему, самая большая в Москве что-то такое. Зиловская школа. Я верю в трехлетку ближайшую по застройку. Когда все будет, скажем так, когда губы будут накрашены у всего этого дела, я верю в коммерческий потенциал. Я уверен, что данная жилплощадь вырастет в цене. И ликвидностью, скажем так, будет пользоваться. Через несколько дорог в Даниловском районе от самолета строятся апартосы тоже. Но они даже не гостиничного типа. В них на текущий момент невозможна временная регистрация. Это высотка, примерно такой же квадратуры, но пополам. Звонил 27. Сдаваться будет даже не в этом году. 27 апартамента. Поэтому, ну, черт подери, Москва становится все закрытие для, так скажем, доступа в недвижимость. И цены растут, поэтому, ну, почему нет? Вот здесь как раз-таки добавлю, друзья. Просто, когда вы пытаетесь давать ваши советы в комментариях и так далее, вы учитываете, что все есть на любой вкус. Есть квартиры, где у тебя будет огромная комната для каждого ребенка. В каждой... Так, смотри, прикольно. Ну ладно, пусть стоит. Сурикат. Да, сурикат. Огромная комната для каждого ребенка. Есть все, но это стоит совсем других денег. Людей можно понять. Огромное количество людей, проживающих в Москве, все-таки тоже хотят поближе к центру. Какая-то движуха поинтереснее, больше мотивации, не знаю. Частенько мы сами так же с женой ездим гулять в центр. Это личный выбор каждого. Поэтому навязывать и говорить то, что надо было тебе, Антоха, взять ипотеку, купить трешку в том же самом доме и страдать. Таким образом, закрыл ты потребность, но при этом ты платишь и как бы ты недоволен. А здесь ты, опять же, друзья, 15 минут ты там возле метро любого. 12 минут пешком, либо 2,5 на автобусе. Я работаю на станции метро Динамо. Если я выходил в 7.31 из подъезда в Люблино, чтобы к 9 успеть на работу, я выхожу в 8.20 отсюда и приезжаю чуть пораньше на ту же самую работу. Но транспортная доступность и возможность выспаться и, скажем так, помедленнее шевелиться, но это тоже ценно. Про минусы финансовые рассказать? Конечно. Минусы давай, конечно. Минусы мы любим. Тоже такая антивишенка на торты. Налог, так как это нежилое помещение, отличается от квартиры. Налог считает, есть нежилые помещения разных типов. Есть гараж, есть другие объекты, как это. И есть в законодательстве такое позиционирование, типа объект некоммерческой недвижимости, который включает в себя коммерческую именно розничную деятельность, либо общий пит. У меня тут прям джекпот, флэш, рояль. У меня тут и чехана внизу, и как бы тюнинг ателье, тонировка и так далее. Короче говоря, налог у меня полтора процента в год от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость у меня заложена по первому этажу. Слава богу, в высоту эта история не работает. 4200 у меня кадастр по первому этажу и полтора процента. В общем, будьте здрасте, 60 тысяч рублей. 63 тысяч рублей. Серёжечка на дороге не валяется. Это первый. Будь добр, раз в год отдай. Дальше. Ежемесячное содержание. Все прекрасно знают, что апартаменты вся дороже обходятся, чем жилая недвижимость. То есть ориентир, сколько за такую квартиру-апарты платить? Ориентир порядка 14 тысяч рублей в зимний период, когда работает общее отопление. Летом, соответственно, чуть подешевле. Но опять же, везде надо искать плюсы. Плюсы в том, что вода без счётчиков. Просто средняя норма по московскому проживанию на семью. И по факту я могу сюда либо бассейн привезти, либо какую-нибудь машину с съёмкостью для воды и наполнять её бесконечно. Но вода всегда по фиксированной цене. 14 тысяч в месяц за площадь трёшки. По факту такая квартира бы в Москве обходилась бы десятку, наверное, в месяц. По коммуналочке 9-10. Вот смотрите, разница пятачок умножаем на 12, ещё 60 тысяч. То есть, таким образом, апартаменты тебе, ну, простым таким человеческим языком, в год обходятся на 120 тысяч рублей дороже, нежели если бы это была бы трёхкомнатная обычная квартира. Добавлю немножко специально для всех тех, кто во всём всегда бит подвох. Ну, первое. Если вы сейчас зайдёте на доски объявлений, то вы можете найти эти апартаменты по цене 13 миллионов рублей в продаже. Но, подчёркиваю, это не конкретно эти, как сказал Антон, по грядке, по ряду. Там идут типовые решения. Соответственно, то же самое продаётся. Подчёркиваю, это не реклама. Я вас призываю не покупать. Не надо, это всё хрень, вам это не нужно. Второе. Живут они там, вот три месяца подошло к концу, там четвёртый месяц пошло. Старший сын 9 лет. Он проживает всё так же вот в том районе, откуда они переехали, у бабушки. Пять дней в неделю он там ходит в свою местную школу, соответственно, выходные, приезжает к родителям и там уже тусит, развлекается. Вот такое решение выбрали ребят, потому что, ну, отец работает, жена сидит с маленьким ребёнком. Маленький ребёнок проживает с ними в комнате. Это просто дополнение для того, чтобы вы понимали, как устроен у ребят быт. За три месяца проживания здесь, ну, скажи по-честному, появились у тебя соседи, которые всё-таки начали, я не знаю, там, посуточно сдавать ещё как-то? Потому что вот один из самых страшных моментов, который может здесь быть, если у тебя появится сосед слева, сосед справа, которые будут сдавать квартиру посуточно. И те люди, которые будут приходить, они будут сюда приходить за праздниками, различным развлечением, ну, грубо, ночью без конца музыка, крики девчонок, крики мальчишек и вот всё, что с этим связано. Когда я принимал решение, в том числе мы тоже думали по поводу этих рисков. Насколько я знаю, у этих двух корпусов разные управляющие компании. И в диалоге именно с лицами, принимающими решение, было заявлено, что в этом корпусе, на вот этой грядке двух сторон квартир, не приветствуется и запрещена, в принципе, посуточная аренда. Меня раз пять, когда я выходил на сделку, спрашивали, что ты будешь с ней делать, будешь ли ты тут жить или ты будешь её сдавать. Разные люди, не менее пяти раз, я говорил, что мы берём её себе. Запрещена посуточная и кратковременная аренда, ну, наверное, можно спросить, да, а как это регулировать? Ну, я сказал, пообещал, а потом пошёл и сдал, на самом деле. Кто меня остановит? Ведь моя собственность. Есть нефинансовые рычаги влияния. Ну, что если воду будут, допустим, там, пару раз в неделю, например, убирать? А что если свет будет только ночью работать? Ну, пробки, знаешь, выбивает у тебя. А починим потом. Нефинансовые рычаги просто влияния, которые так или иначе тебя будут склонять в сторону правильных решений. Хочется, чтобы это работало, потому что если ты делаешь предложение людям из серии, вот вам апарты дешевле, вот все плюсы, все минусы, выбирайте, но чтобы не получилось так, что потом реально ты наткнёшься на эту посуточную бесконечную и так далее. Потому что в первом корпусе как раз-таки там и есть та самая история, что там это было сделано для того, чтобы можно было сдать посуточную аренду. Я смотрел объявления, там некоторые продают эти подобные апарты, как готовый бизнес. Типа там управляющая компания есть, всё есть, там 1200 будешь в лучшем случае в месяц получать, если всегда сдаётся квартира, поэтому выбирай. Ну вот давай подводить здесь итог. Ты просыпаешься утром, ты вышел, уехал на работу, супруга, отправляясь гулять с ребёнком, получается, выходит с коляской и идёт в ту сторону, где вот жилые дома. В Тюфелевую рощу, в памятнику Ленину, в Зиларт, у них там своя территория, детские площадки, да, в ту сторону на самом деле. Либо переходят подземные переходы, заходят торговый центр. Чтобы вы понимали, в этом торговом центре огромное количество детских комнат, там для детей развлекухи полно, магазин продуктовый есть, аптеки есть. Короче, друзья, ну полноценный торговый центр огромный, куда люди могут приехать, закупиться всеми, чем нужно и ушёл. Здесь же перешёл через дорогу, то есть по факту здесь, ну реально, машина в целом-то и не нужна. Всё верно. Антон, в заключении нашего сюжета, давай сразу ответим на все потенциально негативные вопросы. Вот скажут, дурак, купил не то, ой, да неудобная лестница, ой, окно не открывается. Короче, все те минусы, которые люди смогут заметить, скажут, живёте где-то там в промышленном здании, ты купил, давай, отвечай сразу по этому поводу, скажи, что так, что не так. Я рекомендовать точно не буду, ну, дело каждого. По минусам нет лифта. Как бы, если у меня треснет окно или там птица врежется, честно сказать, я не знаю, чья это будет проблема, моя или управляющая компания. Если треснет там стена здания, тоже пока непонятно, кто будет с этим работать. Просто какие-то прогнозируемые риски, ну, ставка, на которую ты либо идёшь, либо нет. То есть, это другой формат, это не квартира. Тут ты больше должен рассчитывать на себя, чем на других. Но проживая тут некоторое время, только положительные эмоции. От дороги до всего остального. Вот входишь сюда, ну, другая история, ну, больше современная. Стеклянная там площадь, окон, полы, функционально шкафы в потолок. Жена всё не нарадуется, говорит, прикольно придумали, мы сами устали бы такие заказывать. Ну, потому что индивидуальный заказ был бы как бы. До сих пор нравится. Высыпаюсь, как никогда. Ну, прям, то есть, хорошо. Сейчас вот общаемся. Трёшку никто же не выключал, да, во время нашего диалога. Она есть, машины движутся по шумке. Мы понимаем, что никаких подвохов нету. Тихо, комфортно, реально комфортно. Ну, это потому что ещё окон даже открытый. Сейчас, как говорят, это вообще будет тихо. Да. По соседям, ну, конечно, я тоже напрягался. Разное же бывает, кто тут живёт, непонятно. Здороваемся, пересекаемся. Все те же люди, на самом деле. Кто-то въезжает, интересуемся, какие грузчиков вы заказывали, там, и так далее. То есть, спрашивают в диалоге. Туда-сюда обратно, спрашиваем, чего, кого. Мы жить, говорит, будем тоже. Некоторые есть. Мы апартаменты одни продали, в другие переезжаем. То есть, ну, да, там прописки нету или не нужна по разным причинам. Да, не нуждаешься в это. Но это функционально. Мы относимся к этому, как просто к интересному гаджету. Целью нашей встречи было отнюдь не похвастаться, где я живу, посмотреть и друзьям показать. Верите вы или нет, хотелось просто донести альтернативный вариант развития событий для вас в том числе. Дмитрий, ну, как бы, был заинтересован данным объектом, потому что, мягко говоря, он нетипичный, да, и интересно так показать. Ну, а четырехкомнатная квартира, трехуровневая квартира, такой некий таунхаус внутри здания, апартаменты, ну, почему нет? Да, и если вы верите в свои силы, вы можете купить ее голую, например, без отделки, да, и как-то в свои материалы. Можно сделать не там два санузла, а можно там градиробную сделать или баню построить, да, что угодно, да. Либо купить готовый вариант. То есть, хотелось просто показать, как еще можно, хотя бы для интереса. Дети счастливы, жена рада, я в целом никаких антиопатий не испытываю. Что еще надо? Живем и радуемся. Ну и дай бог, чтобы все были довольны своим выбором и жили счастливо. Я лишь хочу напомнить, что апартаменты – это дело такое, хитрое. Мы в первом ролике, с которого я начал, рассказывали прям в деталях все минусы апартаментов. В интернете огромное количество информации. Важно помнить следующее ключевое, что не дает возможности вам постоянной регистрации. Важно вам это или нет, думайте сами. Дороже по содержанию. Ну и в тот же момент это не жилое помещение, поэтому, как бы вам кто ни рассказывал, в любой момент у вас может появиться замечательный сосед, с которым бороться будет сложно. Сложно, но теоретически способы имеются. Тут уже думайте сами, взвешивайте те самые риски, принимайте решение. Как показывает практика, люди покупают апартаменты в домах, которые выглядят как многоквартирные. Им рассказывают, что нормально все, сейчас пока временная регистрация, потом закон примут, можно будет постоянно зарегистрироваться. Ну и бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому в тему будет напомнить, что если вдруг вам нужен грамотный агент по недвижимости, он же риэлтор, он же специалист в сфере покупки-продажи недвижки, обращайтесь. Контакты вы видите на экране, пишите ватсап, выделю вам толкового специалиста, который поможет купить, продать недвижимость в Москве, Московской области и провести сделку так, что комар носа не подточен. Ну а сейчас я, собственно, приглашаю вас в комментарии писать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, сам сюжет был интересен, полезен, местами спорен. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали, там всегда выходят различные анонсы, а отписаться вы всегда успеете. Ставьте лайк, до новых встреч, всем пока-пока.